Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о христианской зрелости. И сегодня я хотел бы сказать пару слов о святости. Зрелый христианин ищет святость. Я бы назвал это активной святостью, когда мы соотносим, во-первых, себя с тем, насколько наши поступки святы, а во-вторых, когда мы постоянно находимся в состоянии вот этого сердечного поиска соответствия не только воли Божьей для нашей жизни, или, как я уже говорил, насколько наши поступки соответствуют тому, как поступал Иисус, но когда мы двигаемся по пути обожения, когда мы желаем быть не просто как Он в этом мире, поступать, говорить, действовать, но мы хотим, желаем всем сердцем, это внутренняя глубокая потребность быть как Он, носить Его образ, не просто быть Его письмом, хотя это важно, но быть Его отражением, быть Его светом, быть Его рукой, быть Его глазами, быть Его лицом. Не когда мы стыдливо это прячем и говорим, да все согрешают, а когда мы на самом деле желаем быть похожими на Него. И вот здесь рождается наша внутренняя активная святость, поиск, поиск этой святости, которая настолько сегодня нужна нам. Я на сто процентов уверен, что Евангелие нужно проповедовать именно являя Христа. Мы не готовы пока к этому. Те, кто готовы, они имеют определенный успех, но большинство из нас, мы не готовы к этому. Не просто, знаете, говорить правильные слова, кого-то убеждать в своей правоте, а просто приходить и являть Иисусом. Когда твой характер, твое поведение, твоя святость, они говорят сами за себя. И для нас это очень важно. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек в церкви был настолько зрелым, насколько это вообще возможно. И вот эта внутренняя активная святость, вот этот поиск святости, сокрушение того, что мы не таковы, какими должны быть, не таковы, какими Христос хочет, желает нас видеть. Те слезы по ночам, когда ты там неправ, там неправ, они определяют нас, как христиан. Субтитры подогнал «Симон»